Игорь Негода Игорь Негода Меня зовут Селим и я работаю в компании Mapbox, разработчиком по компьютерному зрению. Я хотел бы рассказать о нашем с Виктором Дурновом решении на этом соревновании, которое позволило нам занять третье место. Коротко опять о данных, как я их видел. Так как мы в предыдущих соревнованиях очень часто использовали бинарную сегментацию, для нас эта проблема оказалась тривиальной. Взять юнет, как-то докрутить энкодеры, просто обучить и все будет хорошо. На самом деле все оказалось не так и проблема немного сложнее, чем мы думали. Во-первых, это не совсем бинарная сегментация, как уже Женя сказал. Там были некоторые подвохи. Во-вторых, была дополнительная информация, например, глубина, которую мы пытались использовать, но она вообще была бесполезной и она оказалась вообще какая-то рандомная. Самая метрика тоже достаточно стандартная. И, в общем, здесь можно видеть, что красная – это предикта на тесте, зеленая – это на трейне. И, в принципе, выглядит картинка, как просто обычная бинарная сегментация, но на самом деле разметка там была чисто для границ. Основная проблема была вначале – это оверфитинг. Потому что данных было очень мало. 101 на 101, 4000 картинок – это вообще очень мало для глубоких нейросетей. Это раз. Во-вторых, было очень сложно использовать такой вход, потому что у стандартных сетей, натренированных на ImageNet, финальный страйд – 32, и, соответственно, на выходе будет приблизительно 3 на 3 фильтры, и это уже не имеет смысла. Соответственно, это можно было решить очень просто. Просто абсэмплингом до 202 на 202 плюс паддинг. И еще одна проблема была в физическом смысле данных, потому что это ограничивало использование аугментации. Например, мы изначально взяли наши пайплайны с Data Science Ball, где мы заняли первое место, и где мы использовали очень агрессивные аугментации и пытались применить их здесь. И это очень плохо работало, и наши первые сабмиты давали низкий скорр как раз из-за этого. Соответственно, методом исключения мы убирали аугментации, и в финале у нас их осталось очень мало. Вторая проблема была – был очень активный участник Henk. И, может быть, для новичков это не проблема, а наоборот источник информации, подборка всех статей, и вообще, может быть, примеры кода. Но для нас это сильно исключало конкурентное преимущество, потому что весь наш опыт, который мы получили на предыдущих соревнованиях, в принципе, уже описанное, и можно просто взять вот это его описание, решение самому сделать, и это даст хороший результат топовый. Соответственно, нужно было что-то придумать лучше этого. Еще одна проблема была в инскоассистентной разметке. В том, что были какие-то вертикальные линии, которые, в принципе, не являются какими-то границами, это просто какие-то артефакты разметки. Изначально мы пробовали их убрать и сделать более чистый трендсет, но это не помогло, а наоборот ухудшило результаты, соответственно, это означало, что нам нужно научиться их предсказывать, потому что в тест-сете разметка точно такая же плохая, как и в трендсете. Еще одна проблема, о которой мы узнали в конце, которую мы использовали в постпроцессинге, это то, что полные маски на самом деле пустые, и они должны быть предсказаны как пустые. Но изначально мы об этом не знали. И это все можно было увидеть только на мозаиках. Еще одна проблема неожиданная. Хотя было очень мало данных, и казалось, что можно за несколько часов обучить на нем UNED, на этом сете. На самом деле нужно было проводить очень много времени на эксперименты, и 99% экспериментов проваливалось, и это очень мешало. И большинство нашего времени мы провели на вот эти эксперименты, и по сути это был грит-сёч разных идей, разных подходов, аугментацией разных энкодеров. И в принципе та информация, которая была на Kaggle-форумах, она была бесполезной для нас, потому что там ребята пишут, что вот это докидывает, а это на самом деле вообще никак не докидывал, потому что это просто им, ну это частный случай, который не работает в общем. Но эту проблему мы в принципе решали с помощью 12 видеокарт, и нам это очень сильно помогало. Изначально у нас были разные пайплайны, до того как мы смёрзлись, у нас было два пайплайна на Keras, и в основном мы в принципе использовали старые сетки, которые у нас были с предыдущих соревнований. Скоры были достаточно неплохими, но не в топ-10. И у нас были разные сети, и в принципе у нас был приблизительно одинаковый скор, но у Виктора уже был заведен псевдолейблинг, и мы решили объединиться, и начали крутить кучу кругов псевдолейблинга. Мы сделали 4 круга, и на этом мы в принципе устали, и это вообще уже дальше никак не улучшалось. И мы достигли всего 860 на паблике, и решили попробовать что-то новое, потому что на Keras очень сильно ограничены выборы энкодеров, и я решил забелить пайплайна на PyTorch. Я взял SE Resonnect 50 и добавил в декодер attention block. И это сразу одна сетка превзошла в все вот эти псевдолейблинги, большой ансамбль, и мы решили пойти таким путем и учить сетки на PyTorch с таким подходом. Далее мы решили попробовать разные фичи в декодере и в attention block. И я решил уменьшить, тут на самом деле ошибка, я решил уменьшить редакшн рейт с 16 до 2, потому что в декодере самая жирная свертка 256 фильтров, и, соответственно, после редакшна будет всего 16 фичей, и это очень мало. Соответственно, я уменьшил редакшн рейт до 2 и заменил блок конкатенат в последний блок, который в обычном attention блоке, как просто addition, я его заменил на конкатенейшн. Это увеличило очень сильно расходование памяти, потому что у нас увеличивается число фильтров в два раза. Но в то же время мы вообще не теряем никаких фичей, и это очень один к одному, если сравнить две сети с обычным attention блоком и вот таким, это увеличило наш score значительно, и мы решили, что вот это будет наше конечное решение, мы будем использовать такой декодер, и нам надо было просто уже обучить разные сети. Далее я нашел такую же статью, которая использовала такой подход, и они пришли к тому, что лучше всего работает конкатенация, но в то же время из-за расхода памяти они использовали maxout в конце. Я тоже пробовал maxout, и он в принципе работал, но плохо сходился и давал чуть хуже результаты, поэтому я решил оставить, не жалеть памяти и просто обучить все как есть. Вторая фишка, которую использовали почти все топовые решения, а может быть и все, это лаваш лосс, и на лидерборде в принципе многие все говорили, что дает очень высокие результаты, и у нас на тесте у нас тоже они были очень хорошие, но правда только для одного фолда, и для этого лосса был ряд проблем. Первое это то, что в стандартном лоссе для бинарной сегментации у лваша используется хинж лосс, и соответственно эти предикты – это не логиты, которые можно потом подать в сигмоиду и получить вероятности, а это просто какие-то значения для того, для maxmargin classifier. Соответственно усреднить эти значения очень сложно, и после сигмоида тоже получается так же, даже там, где должен быть ноль, этого нет. Из-за этого еще сложно подобрать пороги, и обучало все это гораздо дольше. Я пробовал обучить calibration с помощью… Я просто добавил, это называется плат calibration, я добавил еще один выход в сетку, и на out of folds я обучил эту калибрацию, но она тоже особо не сработала у меня. И здесь мы придумали решение, что мы будем использовать вторую версию лаваш лосса, который был сделан для мультикласса сегментации, но мы ее адаптировали под сигмоид. И в этом случае, в принципе, мы сохраняем все свойства изначально, но в то же время мы можем без проблем это ансамблить. В финальном ансамбле мы обучали достаточно тяжелые сети, и оказалось, что даже на таком маленьком объеме данных SE-Net-154, которая самая лучшая, практически самая лучшая на ImageNet, она вообще отлично работала здесь. И вот просто вот обучив вот эту сетку в кафолт, мы получали достаточно хороший score на приватном лидерборде, но другие сети не сильно отставали, и в принципе, просто усреднив предсказания из этих сеток, можно было… 891 — это вроде бы что-то вроде в золоте, я не знаю, место 15-е. И на вход мы подавали 224 на 224, учили мы с помощью early stopping и использовали Adam с достаточно простым шедулером, мы просто понижали каждый сколько-то эпох. Далее мы решили сделать опять псевдолейблинг, потому что у нас уже был достаточно высокий score, и надо было как-то подниматься в золото, а лучше еще в мане. Так как у нас на ранних экспериментах с псевдолейблинг работал очень хорошо, мы запустили все так же, но это не сработало. После окончания competition, когда мы готовили свой код для организаторов, мы нашли багу, и она оказалась в том, что мы использовали один pipeline, и Виктор не понял, что нужно куда ложить, какие маски куда, и, соответственно, он учил чисто на предиктах с теста, и мы потом это замешивали, и это не работало, потому что учить просто на своих ошибках, это было плохо. Далее в последние дни на форумах был лик информации, что на самом деле надо занулять полные маски, и мы это сделали в постпроцессинге. Более того, мы тоже продлевали вертикальные линии вниз, и это дало такой хороший буст на публичном лидерборде, но потом мы посмотрели на приватном лидерборде, это особо ничего не дало. Мы использовали достаточно одинаковые конфигурации, у нас было подводить бокса у каждого, на одном трейд риппер с четырьмя титаном В, и на втором по две тяйки или два титана. И в принципе вот это все с таким железом мы сидели и смотрели и удивлялись, как вот это может происходить. Потому что вот это все мемы с лака, и такие ощущения, вот мы как раз находимся справа внизу, мы вот так же на это все смотрели, потому что я лично тоже пробовал обучать резонет 34 с разными гиперпараметрами, с SGD, с Адамом, что только не пробовал. Я потратил на это три дня на шести картах, и ничего не сработало. Соответственно, эта боль у меня тоже была. Далее мы ждали шейкапа, и нам на нем повезло. На самом деле это не везение, а дело в том, что мы не докрутили до конца постпроцессинг, и у нас постпроцессинг, и соответственно вот эти все артефакты, которые присутствовали на публичном сети. Их не было на приватном, и мы получили достаточно неплохой скор, и попали в призовые. Тут можно даже упомянуть Артура Кузина, который очень сильно расстроился после шейкапа, потому что он с 11 места ушел куда-то вниз на 40. И вот как раз, я думаю, он обусловлен тем, что он использовал постпроцессинг и рассчитывал на него, и рассчитывал на публичный лидерборд, но это не помогло на приватном. Да. Из-за этого ему отдельное спасибо. На этом у меня все. Если есть вопросы, буду рад уже есть. Спасибо. Я видел, ты написал, что у тебя вход был 202 на 202, то есть просто за абсэмпленный походу 101 на 101 два раза, правильно, да? Да, я делал nearest interpolation, и потом я делал padding до 224. А чем падил? Reflect. А, ясно. Спасибо. Привет, спасибо за доклад. Расскажи, пожалуйста, подробнее про модификацию вот лаваш-лоса, которую вы сделали интересно. Так, где она была? Здесь, на самом деле, оригинальная имплементация от авторов, она, в принципе, уже включает в себя лаваш-лос под softmax. В принципе, можно взять вот этот лаваш-лос и заменить там выходы и заменить на седьмой, и все. То есть там достаточно просто все это делается. Там не используется хинч, там просто используется лаваш-эксэншен к джакарду, то есть там немного другая функция, и она, в принципе, на валидации была чуть хуже оригинального лаваша, который на хинже, но в то же время нам это помогло заансамблить большое количество сетей. Еще вопросы? Тогда давайте еще раз поблагодарим Селима. Снова не технический вопрос. А вы не планируете, вот сейчас много новой информации, и вот совсем же немножечко не планируете после драки кулаками там все-таки превзойти Женин результат? Уделите там время? Ну, тут нет неправильного либо правильного ответа, просто вопрос. Ну, тут на самом деле тут сложно сказать, потому что смысла в этом особого нет. Это раз. Во-вторых, так как мы нашли проблему у себя в коде, и очевидно, что если бы мы сделали правильный псевдолейблинг, то результат был бы значительно выше, чем у нас сейчас. Нет, потому что наши видеокарты сейчас заняты другим конкурсом. Спасибо. Так, ну, а вот такой тебе с подковырка вопрос. А если бы сесть надо было сделать легковесной, что из последних контестов ты бы считал разумной идеей, ну, которая, в принципе, останется разумной как бы и с откидыванием там разнетой читы, там еще некоторых вещей, ну, чтобы, ну, действительно, как бы 15 фпс там на мобильном девайсе. Не, наверное, в принципе, все эти идеи так или иначе полезны, как бы. Спасибо за доклад. Но все-таки что, скорее всего, может сформаться на более легковесных сетях? Ну, вообще, на легковесных сетях даже вот этот attention-блок, он будет достаточно тяжело идти. Вообще, архитектура UNED тоже достаточно тяжелая, если на полном разрешении, на полной картинке. Соответственно, вот это все, то, что было сделано, оно вообще никак не относится к мобильным сетям. Жестоко. Да. Что ж, еще раз хочу сказать спасибо. И сейчас у нас будет... Сейчас у нас будет перерыв минут на 10, когда можно будет поболтать и всякое такое, помучать докладчиков в кулуарах, а потом еще три выступления чуть-чуть покруче в нашей второй части. Не расходитесь, будет весело.